Во-первых, большинство жителей Благограда не хотят возвращения имени Сталина. Вот нужно вернуть имя Сталинград 24%. И 10 говорят, что, значит, против переименования. Только 10 хотят жить именно в городе под названием Сталинград. 24, ну ладно, можно переименовать. 75% не хотят. 75%. Но даже если бы 75% хотели бы, или 90%, я от имени фракции ЛДПР категорически возражаю. И такой вот технический приём. А что Геннадий Андреевич не пришёл? Он же должен выступать был бы. Да ему стыдно знать, что последнее не будет принято. И вы знаете прекрасно. Во-первых, Сталинградская битва имела огромное значение. Но при чём здесь наименование города? А что под Ржевом не истекали и не погибли миллион советских солдат? Там больше было героизма под Ржевом. И никто не просит Ржев во что-то переименовывать. В имя командира той части, которая там вся погибла. Какая связь с одним человеком и битвой? Бились солдаты и офицеры. Дали бы им возможность Харьков в 42-м году отстоять, они бы Харьков бы отстояли в 42-м году. Поэтому здесь не надо увязывать, что это вот Великая битва, Великая война и всё связано с этим именем. Я не уверен. Потому что давайте посмотрим, что с населением Волограда сделала советская власть. Почему не дали эвакуироваться мирным гражданам? Почему? Значит, наплевать было на мирных граждан. А можно было переправить на другой берег. Очень легко было всё сделать. Но приказ никого сидеть, всё, пусть сгорит весь город с населением. Нейтенцы же бомбили каждый день. Начало войны. Это что так сказать? Вам что, непонятно, что Сталину было стыдно? Он 10 лет не мог прийти в себя. 10 дней. Война началась, а руководитель 10 дней сидит в Кунцево или в Кремле, неважно. 10 дней молчит. Ему стыдно было, потому что он проиграл начало войны. Гитлер его обхитрил. Ну хорошо, ты ошибся в дате. Потому что действительно были даты 15 мая и всё остальное. Зачем ты срываешь старую границу? Почему у тебя вся армия в полевых лагерях 22 июня? Ты можешь оставить их в казармах хотя бы? Ты боишься дать патроны, но в казармах оставь своих? Что командующий Западным фронтом у тебя в театр пошёл? Почему? Не будет войны. Команда одна, не будет войны. Но так же нельзя. Значит, Гитлер будет война, Сталин не будет войны. Вот два человека играли, так сказать. И немецкие солдаты от нобелизованных ждали атаки. А наши вот всё, бельё полоскали, а там уже стоят немецкие танки и всё ждут. Вот-вот начнут, так сказать. Поэтому столько было. А здесь офицерский состав, 30 тысяч. Я согласен. Возможно, были те, кто были связаны с немцами, с разведками. Может быть. Там 5-6 человек. 50-60 человек. Тысячу. Ну было уничтожено 30 тысяч командного состава. Армия была без офицеров. И первые офицеры, они проиграли финскую войну. Они не умели. Не знали. Маннергейм, наш русский генерал, запросто практически остановил наступление всей мощи советской армии. Не потому, что она была слабая. Некем было командовать. Сталин ещё раз убедился, что он разгромил все командные кадры. Хорошо. Ошибки военно-стратегического характера. Но ведь он же должен был продолжать дело Ленина. Ленин начал новую экономическую политику. И сказал, это надолго. Он свернул тут же. Как только Ленин умер, через 3 года всё свернул. Это зачем он делает? Ведь Ленин правильно ввёл ГНЭП. И завертелась страна вся. Закружилась страна. 32-й год, голод. Неужели непонятно, что это вина насильственной коллективизации? Я понимаю, забрать зерно. Хорошо. Вы же расстреляли кулаков. Их вывозили эшелонами в Сибирь. И в снег они уходили. Гибли люди. Лучшие крестьяне наши. Что это, разве неизвестно всё? Я согласен, нужна мобилизация. Мобилизовывайте заводы, фабрики. Там, не знаю, что-то ещё. Но зачем здоровых русских мужиков просто уничтожить? Вы говорите, Черчилля чтут и Франкфида Рузвельта. Правильно? Они никого не уничтожили ни в Америке, ни в Британии. Никого. Ни одного инженера, ни одного учителя, ни одного писателя, ни одного фермера. Они свои страны накормили, наградили и дали возможность жить лучше уже в 45-м году. А мы до сих пор не можем жить лучше. Хорошо, всё закончилось. Победа. И что, Сталин отменяет День Победы? Почему он отменяет День Победы с 45-го года по 65-й? Ни разу День Победы. Ему стыдно было Сталину. Он прекрасно знал, что это не День Победы. Мы победили, взяли Берлин. Но сколько он ошибок совершил, только он знал. Сколько подписано было списков к расстрелу. Яверный щит согласен. Но каким путём? Всех из лагерей достали. Ну хорошо, не успел Берия их расстрелять. Половину расстрелял, несколько атомщиков осталось. Вы же понимаете, что это не он яверный щит создал, а не успел подписать приказы об окончательном расстреле всех атомщиков. Кто кибернетику остановил? Генетику кто остановил? Сегодня у нас опять смартфоны чужие. Что, русские инженеры не могли изготовить? Их выгнали, расстреляли. Русофобия? Правильно говорит Геннадий Андреевич? С чего началась русофобия? Миллионы людей поехали в Европу после 17-го года. Миллионы их вынудили. Поехали образованные офицеры, интеллигенция, целые теплоходы. Что они там будут говорить? Проклинать советскую власть и Советский Союз. Их же выгнали. Их оттуда вытаскивали и расстреливали. Кутепов и остальных бывших, так сказать, командующих русскими войсками. Конечно, это ненависть. Эту ненависть ни Черчилль, ни Рузвельт, и даже не Гитлер воспитал у всей Европы. А вся вынужденная эмиграция. А после войны? Сколько там осталось? А при Брежневе сколько уезжало? А при Горбачёве сколько уехало? А сейчас сколько уезжает? Вы же понимаете, что всё это последствия советского режима. Люди не хотят жить в условиях, когда нет свободы. У нас есть деньги, и мы не можем понять, почему нету нормальной промышленности. Потому что нету тех, кто умеет работать. Мы их, которые уничтожали, потом выгоняли. И, наконец, последнее. Нельзя давать имена политическим деятелям. Пусть будут географические названия. Географические названия.